МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии. Ольга Пырычкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробнее об этом в ближайшем выпуске новостей. А сейчас о других событиях. Глава Республики провел очередное заседание Кабинета министров. Всем продолжит Дмитрий Ковалев. Перед тем, как приступить к рассмотрению вопроса, в повестке дня глава Республики озвучил недавнее решение председателя правительства России. Накануне Дмитрий Медведев поручил предоставить концерну тракторные заводы стабилизационный кредит и представить согласованный план по шаговой передаче активов в государственную собственность. Понятно, есть долги, есть предприятия банкроты и несколько десятков юридических лиц и предпринимателей. Поэтому вот этот сложный механизм на сегодняшний день, который у нас есть или накопился, на сегодняшний день на уровне правительства Российской Федерации будут регулированы. На вчерашнем совещании с членами российского правительства Дмитрий Медведев озвучил еще одну важную тему. В стране будет проведена доиндексация пенсии, несмотря на сложности в экономике. Принято решение провести вторую индексацию в формате единовременной денежной выплаты в сумме 5000 рублей. Бюджет пенсионного фонда в этом году недополучает средства. Дефицит составляет 174 миллиарда рублей, что потребует увеличить трансперты из федерального бюджета. Все обязательства, принятые правительством Российской Федерации по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина перед пенсионерами будут выполнены. Здесь никаких других разговоров даже быть не может. А из регионального бюджета будут направлены средства на поддержку педагогов и школ, которые одержали победу в республиканском конкурсе. Средству должны уйти 4 муниципалитета, Козловский, Маргаушкин, Шиндушинский районы и город Новочебоксарск. По второму приложению мы распределяем все ежегодные гранты главы Чувашской Республики образовательным организациям по 200 тысяч грант на реализацию инновационных образовательных программ. В республике окажут поддержку и тем, кто выращивает хмель. Часть затрат агралием будут возмещать из бюджета. Правило представления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на производство хмеля утверждаем настоящим постановлением включает следующие дополнительные условия представления субсидий. Отсутствие получателя субсидий задолженности по налогам и иным обязательным платежам бюджетной системы Российской Федерации и размер средней межзаработной платы работников получателя субсидий должны быть не ниже двукратного минимального размера платы труда. Еще одна тема заседания кабинета министров прожиточный минимум. По итогам второго квартала он увеличился на 59 рублей. На это повлиял и рост цен на продукты. В основном рост произошел по группам овощи, рыбопродукты. Снижение были на продукции на яйца. Это существенное снижение на 20 рублей на мясопродукты, на 3,66 копеек сахара и кондитерские изделия. Правда сейчас назрела необходимость пересмотра потребительской корзины. Ее структура была утверждена три года назад. В законе Чувальской спублики у нас предусмотрено больше потребления, допустим, там хлеб, хлебопродукты, картофель, овощи примерно у всех одинаковых субъектах Прилоско-федерального округа, но потребление мяса у нас предусмотрено на 4 килограмма больше, чем в других субъектах. Пересмотреть потребительскую корзину глава республики поручил до конца этого года. В четвертом квартале доложите, к какому решению будем. Съездите в соседние регионы, посмотрите еще раз, какая там практика у них сложилась. Это очень важно, тем более сейчас их хозяйственная перепись закончилась, переписчики были, они дополнительные информации вам дадут, где и какая ситуация. Мы будем достаточно другую, такую обратную связь иметь. В рамках рабочего визита в Чувашию председатель комитета Госдумы России по образованию Вячеслав Никонов посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Статус федерального позволил центру привлечь к работе лучшие кадры этой отрасли медицины. Врачи и среднемедицинский персонал прошли стажировку в ведущих клиниках России, Европы и США. Технологии сложнейших операций разрабатывались досконально и оттачивались на практике. Компьютерная навигационная система позволяет творить почти чудеса, ставить имплант в нужное место с максимальной точностью. Я впечатлен центром. Действительно, в рамках программы здравоохранения, которая была запущена еще в 2006 году по инициативе президента Путина, ее тогда курировал вице-премьер Медведев, было сделано очень много, потому что когда запускали эту программу, во всей стране количество высокотехнологичных операций, которые восстанавливали двигательный аппарат людей, измерялось в лучшем случае сотнями. Во всей стране. Сегодня только в этом центре делается столько операций, сколько не делалось во всей Российской Федерации еще 10 лет назад. Это колоссальный рывок вперед. Причем люди встают на ноги после того, как им меняют суставы уже на следующий день. Это уникальные технологии, это люди с золотыми руками, это отличное оборудование, это условия для пациентов, которые в восторге. Ижевск, Киров, Ешкар-Ала. География мест, откуда приезжают пациенты, в клинику довольно обширна. По мнению Вячеслава Никонова, создание подобных специализированных клиник по всей стране сделали высокотехнологичную медицину доступной. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. И сегодня Вячеслав Никонов дал интервью национальному телевидению. В масштабах страны нам предстоит в ближайшие 10 лет построить школу дополнительно на 6,5 миллионов мест. Для того, чтобы обеспечить всех детей возможность учиться в одну смену. Так должно быть. 1 сентября будет открыто в стране у нас 92 школы. Столько не строили уже много десятилетий. Причем одна школа здесь будет в Чувашии, в Комсомольском районе. И впервые будет построена новая школа в Чебоксарах. Она заложена первой за 10 лет. Полностью интервью по существу смотрите в эфире национального телевидения сегодня в 20 часов 30 минут. В Новочебоксарске сегодня чествовали представители медицинских трудовых династий. Их в здравоохранении Чувашии более 20. У некоторых общий трудовой стаж превышает 500 лет. Подробнее в ближайшем выпуске программы «Республика». Ну а пока о предпринимателях. Идеи, предложения, инициативы по созданию программы развития малого и среднего предпринимательства в Новочебоксарске обсуждали сегодня за круглым столом. В городе-спутнике сформировалась особая бизнес-среда. В Новочебоксарске сложилось уникальное соотношение между жилой застройкой и территориями, отданными под промышленное производство. 60% площади занято предприятиями. В 90-е годы многие из них закрылись, а здания остались. Пустующие цеха сегодня активно осваивают предприятия малого бизнеса. Идет вторичное освоение промзоны. Появляются уникальные предприятия, интенсивно развивающие разные перспективные направления. Деревообработка, производство дверей, стеклообработка, швейное производство. Именно то, что востребовано в текущей жизни неограниченным кругом потребителей. Промышленные предприятия, те, которые даже останавливались в свое время, они заселяются новыми-новыми игроками. К примеру, большая часть бахил, которая производится в Российской Федерации, производится на территории одного из промышленных комплексов на Новочебоксарске. Парень молодой взял, нашел эту нишу и стал конкурентом одного из крупных производителей, который был в России, и даже зашел на его рынки. Новочебоксарск привлекателен по целому ряду причин, считают эксперты от экономики. В их числе наличие свободных промышленных площадей, всех необходимых коммуникаций. При этом сравнительно невысокая арендная плата. Все это позволит быстро и с наименьшими затратами запустить серьезное конкурентоспособное производство. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в ограблении одного из чебоксарских ломбардов. 10 августа средь бела дня похитили золотые украшения на сумму более 45 тысяч рублей. Тему продолжат наши коллеги из пресс-службы МВД Почувашия. На раскрытие дерзкого преступления были брошены все силы. В ходе просмотра и анализа записей с камер видеонаблюдения системы АПК «Безопасный город» было установлено, что налетчики передвигались по городу на арендованной машине. Полицейские собирали информацию по крупицам и вскоре круг подозреваемых судился. Оперативники вышли на след уроженцев Тюменской области и Республики Дагестан. В ходе проведенных оперативно-розыскных предприятий НАВИ было установлено, что данные лица аналогичным путем совершили преступление в городе Нижний Новгород, после чего переместились они в город Владимир, где уже совместно с нашими коллегами управления Балан-Розыск данные лица были задержаны. Каждый раз налетчики действовали по одной схеме. Один из них заходил в торговые помещения и прежде чем приобрести ту или иную вещь, примерял ее. При этом выбирал более дорогие изделия. Его сообщник у входа придерживал дверь на случай ее блокировки, если работник ломбарда вдруг почувствует неладной со стороны посетителей. Затем мужчины выбегали из ломбарда, не снимая украшений. В ходе работы с ними дали признательные показания, что действует в составе данной группы. С третьей декады мая текущего года совершали преступления в таких городах, как Уфа, Екатеринбург, Пермь, Ульяновск, Самара, Сызрань. Ну, таких городов порядка 12. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Если их вина будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Ушел из жизни один из главных летописцев Чувашии. Кинооператор Александр Дымич снял десятки сюжетов о буднях республики, ее достопримечательностях и героях. Примерно так начинаются большинство документальных фильмов того периода. С 1962 года, когда Александр Дымич, уроженец Праги, стал начальником Чувашского корреспондентского пункта Казанской студии кинохроники, он писал киноисторию своей новой родины. Человек с киноаппаратом объездил все районы, заглянул во все уголки, принял участие во всех событиях. Строительство промышленных гигантов и Чебоксарской ГЭС, встреча космонавта Андриана Николаева и открытие монумента славы, дорожное строительство и развитие социальной сферы, «Альманах на Волге широкой» – лучшее наглядное пособие по истории родного края. Сотни метров пленки, особо ценные фонды, архивы электронной и кинодокументации – уникальные исторические источники, которые оставил нам Александр Дымич. В этом году Общероссийский народный фронт отметил свое пятилетие. Широкая общественная коалиция была создана по инициативе Владимира Путина. Все эти годы члены ОНФ принимают участие в решении особо значимых для россиян проблем. В Чувашии активисты Народного фронта контролируют исполнение региональных и федеральных законов. В Национальной библиотеке открылась выставка «ОНФ в моем регионе». Доступная среда для инвалидов, реализация программы капремонта и контроль за качеством дорог. На 50 фотокадрах наглядно продемонстрированы результаты деятельности Народного фронта республики. Наш Общероссийский народный фронт регионального отделения участвовал во всех форумах, которые проводились на общероссийском уровне. Это промышленная конференция, в частности, страна живет, пока работают заводы, в области здравоохранения, вот в недавнем форуме в Ушкар-Але. Основные такие яркие моменты, которые действительно можно продемонстрировать, где были реально получены положительные результаты, это программа переселения граждан за аварийным жильем. Три года активисты Народного фронта следят за качеством предоставляемого переселенцам из аварийных домов жилья. Были и спорные моменты, и недопонимания со стороны районных администраций и жилищно-коммунальных хозяйств, но совместными усилиями всегда приходили к хорошему результату. Региональные власти прислушаются к тем вопросам, которые мы ставим, и принимают активное участие в решении их, в частности. За последние годы ОНФ стал подлинной общественной силой в республике. Достигнутые результаты у всех на слуху. Может быть, поэтому ряды Народного фронта ежегодно пополняются. Сегодня вступить в ОНФ может практически каждый человек с активной гражданской позицией. Я пришла в движение фронта полтора года назад. Я была так довольна и счастлива тем, что какие вопросы же они обсуждают, принимают, решают проблемы, с которыми встречаются люди обыкновенные, простые. Особенно такие вопросы, как образование, культура, там, например, вопросы нашего быта, вот, ЖКХ-вопросы. Они каждого человека касаются. Фото-выставка ОНФ посвящена прежде всего народу. Одни увидят в фотоснимках свой дом, другие – дорогу в родную деревню. Третьи разглядят в толпе митингующих знакомое лицо. Но на всех без исключения снимках, зримо или незримо, присутствуют эксперты ОНФ. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Таковы события среды. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин